Рафики подымал маленького симбу, вот, опять же нужно переключить, да, уже пошла заставка игры, когда он подымал маленького симбу так, в это время шел на пев какой-то такой африканский племенной, я боюсь его исполнять, потому что это будет слишком страшно, и когда его исполняет Петр Дель Гадо Хузельчук, это что-то. Он исполняет на сконно-мексиканском языке, ну ладно, не будем спойлить, лучше посмотрите сами, что было полгода назад при этом же спидране. Надеемся, сейчас настройка пройдет немножко быстрее. Начиная с 11 вечера в чате появляется очень много людей, которые спрашивают, что же происходит, почему так много людей по всему миру смотрит Аладдина. Наши модераторы, вытирая пот колба, стараются им объяснить каждому, а таковых очень много, ну и вроде бы они настроились. Очень хорошо наострился Легатор объяснять, выпаливают всю информацию, буквально пару секунд, что собственно происходит. У нас происходит благотворительный марафон в поддержку фонда предотвращения онкологии по борьбе с раком, и благотворительный этот марафон собирает игроков, которые имеют самое быстрое время прохождения той или иной игры со всего мира. То есть этот товарищ приехал из Мексики, есть ребята из Европы, очень много американцев, японцев пока не так много из Европы. Ну а мы их официальный рестрим. Именно так. На территории России. It starts. Это началось, говорит нам Тимур. А Mexican Runner просто перезагружает консоль, говорит, что нет, у меня нет, it starts. Это прохождение на сложной, hard difficulty, сложной сложности, в общем на более сложном режиме, есть такое же прохождение на более легкой сложности, оно мало чем отличается, больше жизней у всех врагов на большей сложности. Основное отличие, и поэтому очень много времени тратится на гиенах, так что несколько дольше вот этот вот hard, большая сложность. А вот и пошел отчет времени. Кстати, у Mexican Runner действительно такой очень ярко выраженный акцент. Он классный товарищ. В этой игре она очень во многом позаимствовала много нюансов по графике, и по-другому у Аладдина, который был на Генезисе. Здесь очень красивая графика, если вы не играли на Сеге в эту игру, я даже не знаю, посмотрите, впечатлитесь и поиграйте сами. Здесь первый бой с Гиеной. Гиену нужно пнуть в три раза. Есть много нюансов, как это происходит. На самом деле физику игры вне катится достаточно долго. Мы еще перейдем к этому на кладбище слонов. Сейчас пошел второй уровень. Здесь никаких боев нет. Но очень интересные моменты с этими обезьянками. На каждую из них нужно рыкнуть в определенной последовательности. Они отправляют символ продолжительных полет. Покатушки на страусе. Кто не помнит, все очень соответствует мультфильму. Абсолютно точно. Сейчас заезд на страусе с подсказками, потом он будет без подсказок. Ну, любой нормальный спидрайнер, это пойдет с закрытыми глазами. Этот уровень, он... Ну, его можно было бы назвать даже автоскроллером. Никаких слишком сложных трюков здесь нет. Особенно вот этот вот забег. Единственный нюанс. Каждый прыжок на страусе, он чуть-чуть отнимает время. Как и, например, было в предыдущем прохождении Аладдина. Есть такие нюансы у графики, у технических игр. Буквально фрейм теряется, то есть это не так много, но если постоянно прыгать, то его можно набрать полсекунды или чуть больше. Сейчас будет большая последовательность этих обезьянок. Будут его долго перекидывать. Потом вернут обратно, чтобы симпам укрыть на одну обезьянку. Вот на эту. Возвращается назад. Вправляется в следующий полет. В общем, кто играл в этот уровень самостоятельно, тот знает, что разгадывать его приходилось долго, мучительно. И... Нет, это не много ошибок. Mexican Runner, собственно, об этом и говорит, что когда вы были детьми, этот уровень казался для вас, наверное, самым сложным. Нереально. Каждый, по-любому, здесь хоть раз не умирал. Что на фрагменте с обезьянами, что на фрагменте с поездкой на страусе. Страусе. Тебе вроде бы и говорят, что делать. М-м-м. Но реагировать не всегда. Страшный бой, особенно за майк, спасибо. Удалось их синхронизировать, чтобы одновременно двух гиен атаковать. Опять же, не шесть ударов, а три удара. А три удара на другие. С грифами здесь почти особо не идёт борьбы. Достаточно быстро пролетают. Крышки пусть пусть, поэтому должны делаться в определённый момент, чтобы тратить как можно меньше времени на анимацию. В этом прохождении мы не видим... А, да, сейчас последний босс этого уровня. Ещё одна злая биена. После каждого уровня можно ещё оказаться на дополнительном бонусном уровне с тимоном и бомбой, но для этого нужно собирать жучков. Что, естественно, не делает спидранер, чтобы никаких дополнительных уровней не проходить и время дополнительное не тратить. А вот здесь мы видим злобную фигуру Шрама, или Скар, на заднем. Посмотрите на лицо бедного испуганного Сима. Правда, сейчас он в основном прыгает, но... Очевидно, что антилоп он боится. Весьма-весьма. Достаточно уникальный уровень. Во-первых, вид не со спины, а спереди. То есть предметы, которые впереди появляются на экране, внезапно начинают мигать. Иногда на их месте вопросительный знак. Угадай где. Впрочем, оно в одной и той же последовательности всегда. По сути, это просто фестиваль прыжков. Прыжки в высоту, прыжки в длину. Не слишком сложный уровень для спидраннера. То есть спидраннер здесь не умрет. А вот обычный человек, впервые проходящий, может вдоволь помучиться. Хорошее испытание для... Здесь главное выучить просто паттерн. Ну да. Собственно, уровень закончился. Килл хим. Здесь был ужасный... Уровень погони. Мы здесь не видим преследователей. Но вообще за химпы гонятся страшные гиены. На этот раз он с ними так не расправится и просто должен как можно быстрее убегать. Здесь все та же стремительная последовательность прохождения. Стараться избегать врагов, прокатиться через них. Где-то ушкоится урона. Вот здесь был очень интересный зип, то есть протискнулся сквозь текстуры. В забеге полгода назад наш спидранер немало умирал на этом уровне. Здесь все пошло успешно. И Акуна Матата. Еще одна прекрасная анимация выражения лица. Мексикан рано поет, собственно. Да. Ну, на его стримах он произносит жуткие вещи в мексиканском языке. Акуна Матата. Очень насладимся его прекрасным пением. Браво. Браво. Я хочу купить альбом. Ибо с этого уровня, до этого это был Лабиринт. В этой части нужно как можно быстрее после каждого приземления. Ты большой гориллы. Говорит, потому что здесь Pixel Perfect джампы нужны для того, чтобы не получить урона. А Pixel Perfect, то есть в очень точную точечку на экране. Уровень пройден успешно. Это был последний уровень, где мы увидели маленькую анимацию. А вот он внезапно и вырос. И сейчас мы и вырос. Мексикан рано говорит о том, что у него классная прическа теперь. Это правда. Изменилась физика игры. Теперь Симба может не только рычать и прыгать, но и атаковать ударом лапы. Здесь несколько боев с леопардами. Тоже свои нюансы. Правильный момент нужно ударить, чтобы потом хорошо перекинуть. В общем, Симба начинает выступать как заправский райслер. И здесь есть важная часть, которая это РНГ. Я надеюсь, он будет стыдно. На этом уровне обезьянки кидают в себя орешки. Мексикан рано говорит, что ему приходится верить, что это орешки, но в деле это всего лишь пиксели. Он говорит, что не так давно здесь нашли новый скип, который позволяет пропустить камушек. Или скалу. Рок, наверное, все-таки здесь скала. Есть еще один очень тонкий трюк. Если перед самым приземлением махнуть лапой, получается что-то вроде Infinite Swarm Glitch в Зельде, а только здесь это Infinite Slash Glitch. Тогда, как только ты по анимации добираешься до ближайшего врага, по нему проходит обычный урон. А вон на фоне отец Симбы, безвременно почивший, с которым он пообщался, и им обуяло жажда мести. Ну, я не знаю. Окей. Итак, здесь ты... Как звали подругу Симбы? Как звали подругу Симбы? Как звали подругу Симбы? Тоже не помню. Ну, мы ее в этой игре, в общем-то, и не видим практически. Я думаю, чат нам сейчас подскажут, как звали подругу Симбы. Кто-нибудь видел этот мультфильм? Может, есть такие люди? Я думаю, аудитория у нас не настолько... Сейчас небольшой автоскроллер. Избавляемся от летучих мышей по дороге. Выпираем жизни. На Гиен во взрослой форме Симба практически не тратит времени. Основные его битвы происходят с леопардами. И окончание заплыва. Сейчас уже практически остаток уровня он бегает. Уровень кончается очень сложным. Можно сказать, пазлом. Не знаю, о чем думали гейм-дизайнеры. Потому что... Когда мы доберемся до конца уровня, будет время об этом поговорить. Сейчас пока еще... В чате мнения разделились. Кто-то говорит Нала, причем большинство людей говорит, что ее звали Нала. Кто-то говорит Киара. Или Киана. Киана. Были еще варианты. Панда. Хала. Хорошие варианты. Одобряем. Осел кто-то. Друга Симбы. Вы бы еще Тимона или Помба сказали, да. Итак, здесь, если вы до сюда добирались... Впрочем, эта игра в казуальном, в повседневном прохождении, без спидрана, она и так достаточно озадачивает. Но то, что происходит вот в этом экране, это просто что-то безумное. Нужно заставить левые два вот этих гейзера запуститься по пять раз. Это делает рыками и не только. Меня смущает сама мысль о том, что лев в жерле вулкана затыкает своим пузом лавовые гейзеры. Да, это что-то необычное. В общем, тут приходится прыгать около минуты, пока все пройдет как надо. И мы переходим к последнему акту всей пьесы. Здесь есть несколько трак с гиенами, но они проходят гораздо легче, чем в виде маленького Симбы. Правда, взрослый Симба гораздо хуже подтягивается. Видимо, он не тройкмен. Но с гиенами расправляется на раз. В общем, тут все-таки пришли к выводу, что Киара это дочь Симбы и Налы. А, вот оно что. Они подругой. Подруга все-таки Нала. Дочь? Это какое-то... по книге? Видимо, по сиквелу. Мы даже не видим. В этом уровне нужно знать, в какие двери заходить для спидраймера. Это совершенно не проблема. Он знает все тут до пикселя. Он знает, что у него будет просто очень много точных прыжков, и объяснить, по сути, ему не будет времени. Да, действительно, в этой части прохождения, это бой с последним боссом, состоящий из нескольких фаз. Нужно все делать очень точно, наносить максимум урона. А в конце еще один будет пример невероятного рестлинга. И, по сути, он будет больше энергии. И, по сути, он будет больше энергии. В последний раз. Здесь нужно нанести достаточного урона шраму и приманить его к концу края обрыва. Собственно, только что было время. Этот бросок знаменует собой победу и окончание игры. 21 секунды ему не хватило для того, чтобы на свой же рекорд сыграть. И последняя анимация под песню Элтона Джона. Пекло, которым был этот уровень, наконец-то, потухло, все потушил дождь и нас ожидает мирное окончание игры. Державю! Посмотрите на эту красивую картину. Картина действительно замечательная. Он говорит о том, что облака на заднем плане не двигаются, хотя его волосы развиваются. Это было прохождение Король Лев для Super Nintendo Entertainment System, и мы аплодируем The Mexican Runner. Потрясающе рано. Мне это безумно понравилось. Он классный. У него шикарная подача. У него еще первое место в Battle Toads в некоторых режимах. У него вообще знатный послужной список, он хорош. И если вы понимаете хорошо мексиканский язык... Нет, он комментирует на английском, но с прекрасным акцентом. С шикарнейшим акцентом. Зацените, просто зацените. Следующий Гуф Труп будет... Ну, сразу отметаем любые инсинуации. Гуф Труп — это просто Гуфи и его команда. Никакого отношения к русскому рэперу и его трупу это не имеет. Команда Гуфа. Да. То есть это сериал, так назывался, а также игра на Super Nintendo. Гуфи и Макс. Собственно, название игры вообще — Гуфи, то Макс, что-то там японское. Ну, она измечательно ходила в Японии. И дизайнером, как уже говорилось, был Shinji Mikami, тот же дизайнер, который был у Аладдина. И вот здесь будет... Ну, игра совершенно особенная. Она тоже по лицензии Диснея, но уже в другом стиле, нежели предыдущие платформеры. Когда увидите картинку, тогда сами все поймете. Следующее прохождение, вот это вот Гуфтшуп. Оно очень интересно тем, что спидранер Ягамов будет творить страшные вещи обеими своими руками. Он играет в одиночку на двух контроллерах. Он реально крут. Бывают разные такие странные категории, когда один человек играет одной рукой. Например, этим хвастался Half-Coordinated, который проходил трансформеров несколькими часами ранее. И сейчас у нас Гуфтшуп. А, только начинается? Да, да, только начинается. Ну, не особо этим хвастался. Это, к сути, его болезнь. Да, правда. Таким образом, на самом деле, привлекать внимание к подобным болезням, я считаю, это довольно серьезный поступок. Кто-то привлекает внимание к параличу, выливанием на себя холодной воды. А здесь человек, справляясь со своим недугом, проходит игру одной рукой. Причем с таким временем, ну, то есть не так много людей в этой категории, но это действительно круто. Так что обратите внимание и на следующий забег тоже. Здесь же, тут вряд ли будет камера сразу на две руки, вот, непосредственно направленная на руки, но вы увидите его расположение рук. Здесь будет кооперативный забег, то есть два игрока на экране, Гуфи и Макс, но управляются они одним человеком. Сейчас пока идет настройка. В обычной категории прохождение этой игры занимает, если не ошибаюсь, ну, меньше 20 минут, а с 20 минут вышли. Он справляется тоже достаточно быстро, то есть эстимейт у нас 25 минут, что впечатляет, если он в одиночку все делает. Я считаю, такие раны заслуживают отдельного внимания. Советую всем, кто будет смотреть этот марафон, если не от начала до конца, то почти весь. Зацените ран игры Mike Tyson's Punch Out, который будет проходиться с закрытыми глазами. Великолепнейшая вещь. На прошлом, в прошлом году, тот же самый чувак, который стримил, точнее проходил игру в прошлом году, он будет проходить ее в этом, с завязанными глазами. Он угадывал время, затраченное на каждый раунд, буквально секунда в секунду, ему аплодировал весь зал. Я аплодировал просто смотря его стрим. Это было эпично. На самом деле, технически, технически там ничего особенного нет. Ты запоминаешь звуки и знаешь, в какой момент тебе вернутся, в какой момент тебе ударить. Но выглядит это все равно впечатляюще. Сейчас у нас небольшое интервью с мексиканским. Надо переключить. Я здесь с мексиканским раном, который закончил его раном, The Lion King. Итак, Симар, это было довольно тяжелым раном, но ты делал это на харде, правда? Да, да, да. Выглядит этот ран очень сложным, и ты делал это на харде. Каково впечатление? Прошло бы не плохо. Этот ран был, наверное, более рискованный, даже чем ран Батлтотса. Он говорит, да, потому что в Леон Кинге довольно много ранжевых моментов. Да, это было сложнее. Каково проходить на харде? Ну, ты умираешь с одного удара, по сути. У него потрясающий акцент. Ну, а основная разница в том, что ты умираешь не с одного удара.